Итак, что касается улыбки волатильности, функции выплат и опционных страйков. На самом деле все просто. Если левая часть улыбки волатильности приподнята выше, чем правая, соответственно, участники ожидают здесь снижения больше и страхуются от снижения. Путы дороже и, соответственно, их покупают больше. Здесь мы видим, сколько за текущий день было куплено путов и колов 1662. Ну, то есть, получается, путов сейчас больше покупают. Там, где опционные страйки, интервал должен быть 1440, то есть, чтобы мы видели, сколько действительно за сегодняшний день объем проторговывается. Опционные страйки, здесь открытый интерес по опционным страйкам, он известен за предыдущий день, получается. То есть, за текущий день мы можем видеть только объемы. Важные страйки, они всегда важны в плане уровней поддержки сопротивления, потому что, вот, если мы берем вот этот страйк, соответственно, вот большое количество колов, все, что выше где-то вот этого уровня, то, что тут еще там премия идет, это уже становятся опционы в деньгах. То есть, получается, что маркетмейкеру или продавцу опционов он будет нести убытки, если цена вот выше этого уровня начинает подниматься. Ну и то же самое, в принципе, с путами. Потому вот эти уровни, они обычно выступают уровнями сопротивления или поддержки для цены. Уровень на меньших выплат по опционам, это уровень, где происходит хедж позиции. То есть, здесь, в данной ситуации, помимо Дельта и HFT, у нас есть уровень на меньших выплат. То есть, это дополнительный фактор, который может привести к тому, что нефть вот все-таки сходит в этот диапазон. Тут очень важно смотреть вот усилие, какое было, да, и результат это усилие. Усилие большое, результата никакого, да. Вот, потому у нас цена двигается по пути на меньшего сопротивления. Ну, сейчас еще посмотрю. Вот, примерно евро. Вот, улыбка тут, в принципе, практически одинаковая, что вверх, что вниз. Но все равно, вот, более стремительная у нас правая часть. Это значит, что колы дороже, колы более интенсивно покупают, чем путы. Вот, а вот функция выплат нам означает, что если цена будет идти наверх, то выплаты тут будут достаточно большие. То есть, цене сейчас невыгодно идти наверх. Точнее, не цене невыгодно, а продавцам опционам невыгодно, чтобы цена шла наверх. Но они однозначно перестраховываются фьючерсом, конечно же. То есть, здесь выплаты по опционам к экспирации минимальны. То есть, в этой точке продавцу опционов наиболее выгодно, чтобы экспирация прошла. Но невыгодно покупателям опционов. Вот. По S&P 500 наклон всегда одинаковый. То есть, получается, что путы всегда дороже, чем колы. А вот по функции выплат мы по S&P видим, что если цена будет идти наверх, то там выплаты будут достаточно большие. А если цены вниз будут идти, то маленькие. Ну, то есть, вот, в принципе, таким образом. Вот процент – это процент волатильности ожидаемой до экспирации. Да, экспирация у нас 18.06. Соответственно, ожидается волатильность по S&P. И диапазон волатильности – 18%. Вот открытый интерес нам показывает изменения. Нам интересно, вот, если сильные изменения происходят. Вот, например, здесь большое изменение по путам в рост. Рост путов. И закрытие, видимо, вот в деньгах прошло закрытие позиций по колл-опционам. То есть, цена на золото выросла, опционы колл позакрывали. Те, кто и рассчитывали на рост, и хеджировались от роста. И, ну, вот, они считают, что уже риска, ну, большого риска, там, повышения, например, нет. Вот. И уже покупают, наоборот, пут опционы. То есть, что отсюда скорее будет снижение. Вот. Об этом нам говорит открытый интерес непосредственно. Точки, где происходит достаточно сильное изменение открытого интереса. Вот, например, рост по путам и уменьшение по коллам. То, я уже видео об этом записывал. В этих точках они являются уровнями поддержки и сопротивления. То есть, если мы не видим конкретно, в каких местах были сделки, да, то, соответственно, мы берем максимальное, где проторговка была. И вот эта зона проторговки, она будет выступать уровнем поддержки, если цена будет возвращаться к нему, и уровнем сопротивления, если цена зайдет под вот этот уровень и зафиксируется. Вот. То есть, вот таким образом. Ну, кстати, большое количество коллов. Ну, относительно, потому что контракт вот только начался недавно, 21 июля. Большое количество коллов купили вчера. То есть, захеджировались от роста. Вот возможен рост, в принципе, в эту область. Ну, вот, в принципе, вот так все. Что вам нужно знать про опционы. Ну, то есть, опционы нам нужно анализировать не глубоко, а поверхностно. Ну, то есть, основную информацию, основные изменения нам нужно видеть. Вот, ну, вообще, главное на рынке видеть все, что касается потоков ликвидности. Это сотосчеты, опционы, открытый интерес, в моменте те объемы, которые проходят. Вот. Но фокусироваться на важных каких-то изменениях. Потому что все-таки сильные движения создают крупные деньги. Нам нужно пользоваться тем, что они достаточно неповоротливы. И за счет этого мы можем быстро в каких-то дисбалансах заходить и брать краткосрочные движения. Вот так. Все, хорошего дня. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok